ребятки всем привет сегодня приготовим такую капусту получается целая кастрюля тут рассол вкуснее чем капуста ребятки много быстро дешево и очень вкусно очень вкусно и хранится долго ребятки еще гу-гу поехали готовить ну ребятки это очень-очень вкус у меня капусты капуста у меня сосудистой хирургии ребятки один вилок один варикоз очищаем и нарезаем ребятки я сегодня с подружкой ребятки я сегодня с подружкой значит я беру один вилок капуста вилок качан кому как нравится разрезаем пополам кочерыжку срезаем пополам кочерыжку срезаем и нарезаем кубиками ребятки кубиками вот так вот такими кубиками нарезаем всю капусту вот так можете крупнее сделать можете сделать мельче можете вообще на терке натереть отрущу делаем вот так вот так вот так нарезаем весь вилок морковка обычная пищевая оранжевая морковка одна штука делаю пополам и еще раз пополам вот так можно нарезать ножом можно нарезать ножом который картошку фри ребятки я нарезаю таким ножом вот так чтобы было красиво тоненько нарезать не надо надо чтоб морковка была у вас хрустящая вот такая вот вот ветки так же здесь пополам пополам и ушел мельче так же. С соломкой. Эть! 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 И ушел фигурным ножом. Не делайте крупно, чтобы у вас все просолилось. Ну и тончить не надо. Только даешь шкинкот. Вот так, ребятки. Вот так свеколку. Видно? Видно. Вот так. Что она жесткая, ребятки? Что она жесткая? Ребятки, свекла сырая. Не вареная. Вот так свекла. Перец болгарский. Он у меня огромный, ребятки. Все овощи делайте по вкусу. Хотите больше, хотите меньше. Хотите зеленый, красный, желтый. Какой вам нравится, ребятки. Так. Ну и сделаем соломкой тоже, чтобы все было красиво. Делаем соломкой. И ушел. Вот так, ребятки. Овощи добавляйте по вкусу. Так, я думаю, здесь пол перца хватит. Потому что, ребятки, ну смотрите, вот как ладонь. Пол перца хватит. Вы можете целый добавить. Но он здесь огромный. Чеснок, ребятки, пищевой. Тоже по вкусу. Нарезаю просто вот такими колечками. Не надо делать там фигурные. Через пресс. Любого размера. Как вам нравится. Хотите больше чеснока, хотите меньше. Все. Вот так. А теперь я беру эмалированную кастрюлю. Не пластик, не алюминий. Эмалированную кастрюлю. Добавляю первый слой. Капуста. Капуста. Вот так. Можно вот так разъединить. Ну не обязательно прям там разъединять. Дальше. Морковка. Пищевая, оранжевая. Свекла. Свеклу можно вообще и шушут добавить. Чуть для цвета. Не надо здесь прав свекольный суп делать. Борж. Перчик. Вот так капельку. Чеснок, ребятки. Пищевой. Вот так. И опять капусту. Пролик. Капусту. Все, все, все усядет. Вы не смотрите. Почему я не делаю в баллоне трехлитровом? Потому что мне нужно эту кастрюлю, всю эту капусту поставить под гнет. Сейчас она вся. Кердык-пердык будет в капусте, ребятки. Так. Так. Добавляем морковку. Свеклу. Добавляем перец. Болгарский. Можно добавить чуть-чуть остренького. По вкусу. Стручкового. Чеснока. И добавляем сюда опять вот эту вот капусту. Ничего, ничего страшного. Ребятки, рецепт будет под видео в описании. Сколько грамм, килограмм, километров, дециметров. Все будет под видео в описании. Я там дам весь расклад. Нарасол, масол. Сколько капусты с вилком, без вилка. Все. И добавляю сюда, ребятки, вот вот эту красоту. Вот так. И морковку сюда. И болгарский сюда. И чеснок остатки сладких тоже сюда. Все, начинаем делать рассол. Соберу сейчас. Начинаем делать рассол, ребятки. Вот, получилась полная кастрюля. Видите, вот. Вот, вот, вот. Включаем газок. Наливаем воду, ребятки. Вода питьевая, горная, лечебная. Холодная. Добавляем, ребятки, сахар, сладкий, пищевой. Кому нельзя сахар, добавляйте сахар-заменитель. Без сахара это не делается. Сахар, соль, пищевая, соленая. Черный перец, горошком. Лаврушка. Лаврушка. Что она там? И кориандр молотый, не жареный. Ну, добавлю столовую ложку без горки. Варим, ребятки. У вас рассол должен хорошо закипеть. И соотношение уксуса и сахара должно быть одинаковым. Если вы добавите меньше сахара, то у вас будет кисло. Если вы добавите больше сахара, у вас будет компот. Если вы не добавите сахара, то у вас будет пресная. Вы выкинете эту всю капусту. Делаем строго по рецепту. Ждем, когда это все нагреется. Оно уже нагрелось. Ждем, когда закипит. И дальше будем готовить. Рассол хорошо закипел. Специи все поженились. Цвет поменялся. Главное, чтобы он хорошо вскипел. Чтобы рассол был ароматный. Не надо теплую воду добавлять. И еще масло растительное сюда я не добавляю. Если вам нравится, вы можете добавить. Лаврушку вы можете добавить больше. Но мне нравится, когда ее немного. Мне в таком количестве ее достаточно. Все, отключаю газок. Отключила газок и добавляю уксус, ребятки. Уксус пищевой. Оп! 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 Ребятки, теперь беру горячим рассолом, заливаю капусту. Потихонечку, аккуратненько, горячим. Не переживайте, не бойтесь. У вас не будет вареная капуста. Вы не варите, это не будет борщ. Ребятки, поверьте мне. Потихонечку, аккуратненько не обожгитесь. Если у вас получилось так, что рассола мало, вы можете рассола добавить. Приготовить еще на 1 литр. Вот так. Старайтесь везде, чтобы специи попали везде. Не только сверху. Наблюдайте, смотрите. Вот так везде должно попасть. Горячий. Без масла. Можете добавить. Можете добавить гвоздику, что нравится. Но я не хочу. Я не люблю. Я не люблю эту капусту, чтобы она была в масле. Масленная я не хочу. Вот смотрите, сколько там. Делайте все по вкусу, ребятки. Не важно, сколько капусты. Делаем все проще. Выливаем сюда все. Вот так. Горячий. Можете взять. А, ну смотрите. Сейчас я вам объясню. До конца эту воду не наливайте, потому что рассол будет еще сок. Капуста-то даст сок. Овощи-то дадут сок. Теперь берете тарелку. Вот так. Тарелку пищевую. И сверху, ребятки, строго по рецепту. Ставим баллон трехлитровый. С компотом абрикосовым. Ребятки, если будет компот у вас вишневый, у вас капуста будет кислый. Строго по рецепту. Все. Оставляем до полного остывания на кухонном столе. Видите, там он буль-буль. Вот оно, буль-буль. Вот оно уже где. Все, оставляем. Не переживайте, не бойтесь. Все, оно усолится. Все. Пусть здесь стоит. А то мешает. Будем обедать. С черепахами. Ребятки, вот такая получилась капуста. Одела перчатку пищевую. Набираю. Смотрите, какая. Сейчас, ребятки, скажу все нюансы, моменты. Видите, большой перец, крупный, горошком, который... Ребятки, упало. Ничего. Ребятки, это просто вот... Кирдык-пердык, смотрите. Вот это вкуснее капуста. Рассол обалденный. Сейчас расскажу все нюансы. Это просто красота. Это просто вкусно, ребятки. Вкусно и много. Тишина. Ребятки, дегустация. Капуста просто от нас. Она в меру кисленькая, в меру сладенькая, в меру солененькая. И в ней все вкусно. В ней вот эта морковка, ребятки, она просто... Обалденная. Рассол. Вообще супер-погу. Супер-попок. Ребятки, вообще супер. Просто можно пить. Как компот, ребятки. Капуста. Не вареная. Не сладкая. Не пересоленная. Ребятки. Мне отремонтировали мой правый жевательный зуб. Спасибо огромное нашему стоматологу нашей станице Вениамину Владимировичу за то, что он мне восстановил мой зуб. Чеснок. Слышно, да? Слышно, да? Что капуста не сварилась. Она впиталась, она поженилась с этим рассолом. Ребятки, рассол вообще от нас очень вкусный. Не бойтесь этого сахара. Не бойтесь соотношения сахара и уксуса один к одному. Нельзя сахар. Делайте сахар-заменитель. Не обязательно делать капусту целый качан. У меня целый качан. Сделайте меньше. Все идет от рассола. Вы можете делать просто одну капусту без ничего. Ну вот, понимаете, смотрите. Вот. Оно будет так же вкусно. Ну вот морковка по-своему вкусна. Свекла. Ничего не вареная? Она по-своему вкусна. Перец болгарский. Не каша. Я когда ее ем, он чувствуется, что это перец болгарский. Самая фишка в рассоле. Соотношение соль-сахар-уксус. И специи. Смотрите. Когда я сделала это все, я потом добавила, у меня с головы вылетело, перец горошком. Душистый. То есть вот есть перец душистый, он крупный горох. Ребятки, видите, как мой глаз. Ребятки. Как мой глаз. А есть перец просто черный горошком. Я не знаю, где-то он тут заблудился. Я добавила еще, ну с горсточку сколько, ну может стук 10, да, этого душистого. Еще я после этого стала убираться на кухне. И это половина свеклы. Куда ее? В борщ? Это мало. Она у меня сейчас засохнет, завянет. Короче, я всю свеклу бросила сюда. Просто стал крашить цвет. Это вкусно, ребятки. Капуста. Ребятки, я постараюсь сегодня смонтировать это видео. И добавить YouTube. 20 марта 2018 года, мы открыли YouTube канал, этот Кулинария Любовь Ким. Ребятки, нам 5 лет. Вот такая дата. Спасибо вам огромное, что вы готовите по нашим рецептам. Что вы ждете нас. К огромному сожалению не получается готовить так, как раньше. Потому что такая съемка занимает много времени. Вы прекрасно понимаете, какая у нас ситуация сейчас дома. Кто не понимает, не знает, заходите на наш канал. Шиндер Миндер называется, семейный канал. Вот. Дай Бог все восстановится. Дай Бог все будет хорошо, как раньше. Самое главное, чтобы все были живы, здоровы. И чтобы был мир на земле. Это самое главное. Ну, несмотря на то, что мы так долго не снимаем, люди подписываются. Люди готовят. Наш канал не стоит на месте. Спасибо вам огромное. Готовьте такую капусту. Смотрите, что хотела сказать по вот этому болгарскому перцу. Пойдут вопросы, сколько будет храниться эта капуста. Сделайте без болгарского. Будет храниться очень долго. И еще, смотрите, самое главное. Приготовили вы капусту, да? Вот у нас нету жары, еще весна. Я просто поставила на подоконник. Вот два дня пусть она у вас постоит в комнате. Если это будет лето, вот утром сделали, пусть до вечера она на столе постоит. Если зима, весна, осень, если нет вот этого пекла, да, из окна, да и вообще жары, вы подержите ее пару дней, потому что она должна немножечко вот скиснуть. Капельку вот. Тут настолько приятная кислинка, что вот, ну, она не должна, вот, понимаете как? Ну, вы можете, в принципе, сделать ее, убрать в холодильник, но она там, она все равно будет вкусная. Она будет дольше доходить. Ну, хотя бы, вот приготовьте утром, да? Вот, например, вы утром сделали, и до следующего утра подержите ее на кухне, да? А потом убирайте в холодильник. Ну, потом можно сразу есть. И чем дольше она, тем вкуснее, я вам правду говорю. Ну, сколько с болгарским перцем? Ну, может, неделю простоять. Сделать и без болгарского оно будет стоять долго, потому что здесь консервант уксус. Вот, и она сама по себе, как получается, кислая. От того, что она квасится. Сделать и с болгарским он же быстро пропадает. Ну, максимум неделя, ребятки. Вы сами почувствуете, как начинает кирдыкаться болгарский. Но опять же-таки здесь укисусус. Капуста не кислая. Очень приятно. Даже есть такие места, где я ее не разделяла прям, знаете, по одной. Все равно просаливается. Лаврушечка. Ребятки, готовьте на радость. Получается очень вкусно. Ребятки, получается очень много. Это целого вилка. Вы видели, да? Готовьте на радость. Всем приятного аппетита. Всем спасибо. Всем пока-пока. Я еще съем. Съем еще. Поем еще. Выключаю камеру и поем. Всем пока-пока.